Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Кразилайф, и я вас приветствую на игровом канале. Сегодня у нас в первом взгляде такая замечательная игрушка, как Shadow Tactics. Дело в том, что постоянный зритель канала попроснился снять видос по этой игре, и я, соответственно, попробовал сперва эту игрушку, и ни грамма, скажем так, в ней не разочаровался. Если вы помните такую старую игрушку, как команда, где мы должны управлять таким отрядом, по-моему, там спецназа, соответственно, вид сверху, мы должны там что-то бороться против немцев, то, в общем, я думаю, что вам эта игра сразу узнается именно в этой игрушке, потому что здесь, в принципе, та же самая основа, только разве что сделана в таком японском стиле. Ну да ладно, что-то я сильно заболтался, давайте попробуем все-таки эту игру. Дело в том, что я прошел уже первую миссию, поэтому давайте сыграем ее еще раз. Соответственно, здесь у нас можно выбрать уровень сложности. Я играл на игроке, соответственно, если вы хотите попроще, можно поставить новичок. Здесь у нас, получается, дополнительные цели, которые можно выполнить на этой миссии. Но знаете, ребята, рекомендую сперва просто пройти игру, а потом уже, если хотите заморочиться, то выполнить еще и все ачивки. Ну что, поехали! Япония. Ранний период Эда. Эда, я так понимаю, что у них какие-то, короче, есть временные отрезки. От одного рождения какой-то династии до следующей, если я все правильно помню, то это так. Сразу хочу отметить, что игра очень хорошо оптимизирована, поэтому, если вы обладатель не очень хорошего компьютера, то я думаю, что вы останетесь довольны этой игрой. Также можно выкрутить настройки на очень большую графику, соответственно, и будет все смотреться очень симпатично. У меня что-то среднее между средними и высокими настройками. Давайте скипнем все диалоги. В общем, так или иначе, нам доступен персонаж, которым мы, соответственно, можем перемещаться. Нам нужно пробраться, соответственно, в замок. Давайте немножко побегаем, осмотримся. Здесь, соответственно, можно так же, как и в команда, или как в Хитмане, брать трупы и прятать, соответственно. То есть это очень важно, если, допустим, вы хотите, чтобы вас не спалили. Да, двойным кликом это у нас сбег. Вначале у нас будет такой небольшой туториал, но, в принципе, все основные моменты я, конечно, вам расскажу. Так, чтобы вы, если вам игра приглянулась, смогли сразу поставить и играть в свое удовольствие. Смотрите, ребята, мы можем сюда пройти. А что здесь хорошего есть? Ничего хорошего. Ладно. Продвигаемся дальше. Здесь единственный минус, пожалуй, это то, что очень много кнопок управления. И в начале вы, скажем так, точнее, ваша рука будет, скажем так, захлебываться. То есть мискликать очень часто, но это по первому времени, скажем так, по первому времени. Вот. И я не знаю, где-то примерно в середине игры я уже, соответственно, освоился и не так уж часто и мискликал. Использовать контрол. Здесь есть своеобразные свитки, которые нам рассказывают об управлении, то есть их, в принципе, можно и не собирать. А может быть, они обязательно по квесту в первой миссии. Кто его знает. Значит, можно сюда прыгнуть. Теперь суды. Аккуратно продвигаемся. Перемещение камеры. Да. То есть иногда бывают моменты, когда нужно камеру повернуть. Вообще, в принципе, в целом игра нас никуда не торопит. Ну, по крайней мере, пока что. То есть мы можем спокойно здесь перемещаться, разбираться в управлении. Быстрое сохранение. Есть такое. Кстати, очень интересный момент. Здесь сверху горит такой таймер. Это время с последнего сохранения. То есть он своего рода напоминает, что, мол, сохранись уже две минуты, ты практически не сохранялся. Сохранение проходит достаточно быстро. Загрузка, конечно, подольше, но ничего страшного. Давайте крюком забираемся наверх. Сброс камеры. Аккуратно продвигаемся вперед. А можно как в Ассасин Крит. Просто убийство сверху. Хорош. Вот смотрите, значит, здесь, получается, нас никто не видит. Здесь мы за стеной. То есть, соответственно, труп можно и не прятать. Так, значит, здесь они ходят. Ага. Ну, смотрите, здесь какая-то служанка ходит. Я не знаю, правда, может она нас запалить или нет, но лучше не рисковать. Она, соответственно, носит какие-то тюки. Сейчас она, соответственно, отойдет, и мы спокойно пробежим вперед. Ага, отлично. Проходим. Можно спрятаться в этом здании. А, кстати, оно сквозное или нет? Давай-давай, заходи. Да, здание сквозное, смотрите. То есть, фактически, я сейчас спрятался и могу выйти сразу в нескольких направлениях. Ага, допустим. Нам нужно пробежать сюда. Здесь как раз-таки еще охранник есть, которого мы можем вырубить. Давайте, ребята, аккуратно проходим. Так, ну что ж, возьмем... Давайте на всякий случай спрячем труп. Здесь кто-то ходил, по-моему, да? Палево, палево. Ладно, проносим. Хотя здесь он никак нас не мог спалить, в принципе. Подсветка H. То есть, получается, все интерактивные объекты еще и подсвечиваются. Хорошо. Давайте, ребята... А куда лучше? Можно запрыгнуть наверх, допустим. Ты же меня не спалишь, да? Хорошо. Давайте запрыгнем еще выше. Аккуратно проходим. Вообще, в принципе, рекомендую лучше почаще сохраняться, потому что будет обидно, если какой-то сложный момент вы прошли, а потом придется его повторить. Так что не стесняйтесь, сохранитесь почаще. Этот вроде меня не палит. Аккуратно спускаемся вниз. Проверяем, чтобы нас никто не увидел. Ну что ж, можно по крюку вот сюда и проходим сюда. Следующая подсказка. Поле зрения. Ну это да. В принципе, эти подсказки, как я уже говорил, можно и не собирать, потому что весь функционал, в принципе, я вам уже в этом видео как раз-таки и покажу. В общем, ребят, смотрите, он, получается, ходит туда-сюда. Давайте поставим поле зрения. То есть правой к нам камышки по него тыкаем, и, соответственно, загорается его поле, куда он смотрит. Можно, смотрите, хитрость сделать. Достаем клинок. Сейчас он отвернется как раз-таки. И мы его... Чпеп. Вот и все. Так как противников здесь я больше не вижу, можно труп, в принципе, и не прятать. Ага. Здесь у нас что? Еще пару подсказок. Давайте возьмем. Полуприсед. Угу. Давайте спрячемся в кустах. У нас стал выступен бросок камня. То есть, получается, бросив камень, мы отвлекаем на какое-то время противников. Зачем это нужно, спросите вы? Ты видишь, да, здесь что происходит? Можно, допустим, ребят сюда кинуть и проскочить в эти кусты. Как вариант, да? Допустим, если мы проскочим в кусты, потом можно пойти сюда дальше. Ну что ж, хорошо, сказано, сделано. Юджи Кокоре. Хм. Ноль на массу, что называется. А если я вот здесь вот прокрадусь? Во, так-то лучше. Мне не парит. Бросание камней. Та-да. Давайте, ребят, вот сюда прямо кинем им. Во. Неудачники. Ха-ха-ха. Я, наверное, диалогами особо заморачиваться не буду. Будем скипать их. Очередная подсказка, давайте посмотрим. Сюрикен. Да, кстати, нам стали доступны сюрикены. А для того, чтобы его убить, можно сделать следующим образом. Ну, типа, чтобы сделать бесшумно, бросаем сюда камень, он отворачивается. Чпеп. И все. Ха-ха. Самое главное, подойти к этому трупу для того, чтобы забрать сюрикен. У нас есть еще один противник сверху. Его также снимаем с сюрикена и проходим вперед. Тут уже вроде противников нет, можно немножко побегать. Спускаемся вниз. Активируем механизм. Хочу сразу сказать, что это наш второй герой, который станет доступен. То есть, получается, каждый герой отличается своей уникальностью. И мы должны, получается, то одним, то другим играть. Значит, здесь у нас что? Выбор персонажа. По всей видимости, какое-то время мы этим персонажем должны поиграть. Ну что ж, хорошо. Бутылка Саке. Да, смотрите, ребята, бутылка Саке, в отличие от камня, она, соответственно, бросаем мы ее и приманим врага. Ну и, соответственно, по-тихому потом убиваем. Давайте попробуем. Сейчас он к нам подойдет поближе, и мы ему сделаем секир башка. Вот и все. Ага, значит, у нас здесь еще куча охранников. Здесь вроде спокойно. Не забывайте вращать камеру при помощи Альта, чтобы никого не пропустить. Просто бывают такие моменты, когда противник стоит в не очень удачной позиции, и с одной стороны вроде как его не видно, а потом херрак, он у вас запалил. Ты куда смотришь? Так, ну вроде меня не видит. Давайте подойдем, заберем. Что это такое? Разящий ветер. Да, 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 да. То есть, смотрите, аккуратно проходим. Используем вот эту атаку, и сразу мы троих выработаем. Это не считается за тревогу, то есть, когда они стоят в группе, мы можем использовать, соответственно, этот навык, эту способность для того, чтобы убить сразу троих. Ну или больше народу, в зависимости от того, сколько там стоит. Да, 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 я с тобой абсолютно согласен. Ну что ж, мы продолжаем, давайте посмотрим, что это такое. Детектор обзора. Ага. Ага. Окей. Давайте посмотрим, куда нужно пройти. Значит, здесь мы не пройдем с вами. Нужно, по всей видимости, пойти наверх. Здесь стало уже безопасно, а вот здесь вот... Ага. То есть, получается, если я открою дверь, он сразу меня спалит. Нужно подумать, как можно здесь пройти по-тихому. Ага, смотрите-ка, забраться здесь можно. Хе, слишком много арма, хе? Сейчас мы аккуратно заберемся. То есть, получается, этот у нас персонаж такой типа ниндзя, который очень ловкий и действует бесшумно. А это такая, скажем так, старая добрая машина для убийств. Значит, здесь, получается, ходит постоянный охранник. Как-то надо его по-тихому снять. Вы спросите, как? Нет ничего проблемного и сложного в этом. Можно снять с Юрюкеном. Можно, допустим, вот сюда спуститься. Вот мне интересно, а ты куда нас смотришь? Ага, допустим. И больше противников здесь вроде нет. Ладно, давайте подпустим его поближе. Лучше еще сохранимся. А, отлично. Опа, опа. И запалил труп. Так что, ребят, нужно сделать все по-тихому. Ну-ка, еще раз. Во. Да сбрось ты его. Ладно, ребят. Значит, кто-то здесь... А, вот они ходят туда-сюда. Вот они и палят как раз таки. Угу, понятно. А здесь, получается, вот этот охранник палит. Ну что ж, хорошо. Мы можем вот этого снять. Потому что он туда-сюда головой мотает, соответственно. И пытается палить. Опа, там еще какой-то охранник. Ладно, ребят, пробуем, пробуем. А получается, он палит вверх. Хорошо, допустим. Если я пройду наверх. А ты как у нас смотришь? Ага. Смотрите. То есть, получается, мы можем проскочить до вот этих кустов. А, значит, потом убежать в дверь. Это не считается. Теперь, значит... Хопа. Черт, спалили. Такое, казалось бы, простое место, но, блин, палит со всех сторон. Короче, по всей видимости, меня палит вот этот отряд, который постоянно туда-сюда шныркает. Давайте еще раз посмотрим. Ага. Сейчас мы, ребят, пробежим. Не переживайте. Да что ж ты такой зрячий-то у нас, парень? Ах ты ж! Ладно, пробуем еще раз. Значит, получается, если я этого убиваю, соответственно, тут отряд патрульный опять палит. Какой-то зрячий парень попался. Илабиаши. Тоже легко. Угу. Почти беспалево. Значит, здесь у нас... Сейчас давайте их, ребят, пропустим, потому что они постоянно палят труп сверху. Сейчас они, получается, пройдут по низу, мы спокойно его щелкнем и спрячем труп уже в здании. Кто там? А, там еще охранник снизу палит вверх, смотрите. Или он не видит? Забираем труп. Все, и сами заходим. Ну что ж, сделано чисто. Правда, не с первого раза, конечно. Значит, действуем дальше. Пока они там туда-сюда ходят, можно вот этого снять. Забираем трупец. Забираем трупец. Забираем трупец. Чуть не спалился, а? Но, кстати, смотрите, ребят. Сейчас все намного проще можно сделать. Сейчас, соответственно, можно вот этого парня сюда провести. Он сразу двоих размотает. Надо вот этого охранника снять, потому что он меня задолбал, на самом деле. Туда-сюда ходит, палит. Контуру. Постоянно. А, черт, он уже сюда пошел. Но он здесь меня не видит. Сейчас вот этих пропустим, ребят. То есть, получается, как раз они завернут за угол. Этого можно будет снять. Ну-ка, иди сюда. Сейчас попробуем. Сейчас, как только они пройдут, можно их атаковать будет. Ах, ты спалил, чертяга. Ну что ж, хорошо. Значит, можно вот сюда пробежать. Еще раз давайте вот этого завалим. Проходим вперед. И сюда прячем труп. Ну что ж, все. Осталось только убить вот этого охранника, который туда-сюда ходит. Сейчас пока я их пропущу. Какой мерзопакостный тип-то, а? То есть, получается, видите, такая ситуация? Вроде как, хочешь убить одного, тебя палит второй там. Выходит третий. И тоже палит. Ладно, пробегаем. Он как раз вот здесь вот сейчас будет. Можно пока этих двоих выработать. В принципе, того чувака сверху-то мы сняли. Сейчас как раз этот охранник отойдет. Сейчас мы им сделаем секир башка. Пусть пройдут чуть вперед, потому что тот может трупы спалить. Ну ты чего, чувак? Я же тебе показал сюда. Фю. Ладно, придется прятаться. Черт, этот уже вышел. Да. Немножко я поторопился. Вообще, в принципе, эта игрушка как раз таки и создана для того, чтобы не торопиться действовать с толком, с чувством, с расстановкой. Хорошо то, что вы в любой момент можете сохраниться, как я уже говорил. Убили вы удачно, соответственно, противника, сохранились. Убили, сохранились. И так далее. Давайте, проходите. Сейчас как раз они вот здесь вот окажутся. Все. Нашего героя можно не прятать, его здесь никто не спалит. Переключаемся на следующего. Ох, охранник, а? Вот сейчас я до тебя доберусь. Сколько крови с меня он уже выпил. Постоянно нашу контору спаливал. Хе-хе. Крик. Свет готов. Ну, готовься, тварь. Сейчас я тебя отпусю. Ага. Все. Проходим вперед. Значит, здесь у нас охранник, который здесь ходит. Здесь еще два охранника. Вот этих двоих можно сразу снять. Подходим поближе. Я думаю, что они спалят, ребят. Как думаете? Ого, хорош. Здесь постоянно курсирует охранник. Можно, знаете, как сделать? Соответственно, он сейчас как только отойдет, этого снять с сюрикена, допустим. Вот. И потом спрятать труп в кустах. Сюрикен, готово. Смотрите на камни. Смотрите на камни. Но... Сразу подбегаем поближе. Забираем трупец. Смешно, что твоя клана нет больше. Ну, мы можем согласиться с этим. Надо сказать, что ты делаешь лучше, чем я думал. Его, кстати, тоже можно с сюрикена снять. Хотя, с другой стороны, если он отвернется, то можно и с мяча уработать. Так, отлично. Следующий. Сюрикен, готово. И подсказка. Режим двойника. Хорошо. Ну что ж, надеюсь, трупы прятать не понадобится. Значит, здесь у нас охранник, который вот здесь палит постоянно. Ага, то есть он отворачивается. Здорово. Дело в том, что мы можем проскочить вот в эти кусты, я насколько понял. Или вот в эти, допустим. Только давайте, ребят, сперва спрячем вот этот трупец. Иначе будет нам капец. Мне нужно как-то удачно прошмыгнуть. Смотрите, ребят, давайте подойдем поближе. Максимально близко к двери. Но... О, стоп, 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 стоп. Открывать ее не нужно. В общем, наша задача, проскочить в тот момент, когда он смотрит в эту сторону. Сейчас, как только он отвернется, мы прошмыгнем в эти кусты. Отлично. Дальше. Что мы имеем? А вот это уже интересно. Дело в том, что если я этого сниму, вот этот спалит. Так, что же делать? Что же делать, как мне быть? Или, допустим, внимание отвлечь камнем, допустим. А вопрос в другом. Насколько долго отвлекается внимание? То есть, смогу я этого уработать или нет? Это уже интересно. Ладно, ребят, давайте попробуем сохранимся. Так, может, до бесконечности рассуждать, конечно. Вот, допустим, шеваляем сюда камешком. Он ни хера вообще не реагирует. Парниш, ты чего? Как бы лучше сделать? Куда ты пошел, блин? Дурилка. Он вообще не реагирует? Да что ж такое? Хотя, с другой стороны, может этого снять? Хм. Да что ж ты не смотришь-то туда? Не, все равно, я буду сейчас пробовать. Пробовать достать его с камня. Да куда ты? Да что ж такое? Значит, давайте думать дальше. А если, допустим, я в эти кусты уйду? Сюда кину камень? Давайте попробуем. В любом случае, мы ничего не теряем. Аккуратно проходим. Значит, подходим поближе. Я надеюсь, он меня не спалил. Но сейчас намного все проще, ребят. Сейчас намного все проще. Ух ты ж палит, 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 палит. Похоже, поднял тревогу. Так, давайте сделаем еще раз, только намного тише. Смотрите, бросаем вот сюда камень. Этого убиваем с сюрикена. Блин. Я сделаю звук. Время для акции. Смотрите, используя сюрикена. Время для двигателя. Смотрите, кинулся. Идеально, по-моему, да? Проходим вперед. Значит, здесь охранник туда-сюда ходит. Забираем труп. Все, ребят, идеально. Идеально, очень хорошо. Посмотрим, здесь у нас охранник туда-сюда ходит. Значит, можно сделать следующим образом. Забираем нашего здоровяка. к благословению. Сейчас, смотрите, ребят, мы можем встать сюда, допустим, кинуть ему бутылку алкоголя. Он подойдет поближе, и мы уже его снимем. Я буду там вновь. Так, а эти, получается, ага, здесь палят. Ну, можно сюда, допустим, кинуть, он подойдет поближе. Мама, щик, и все, и снимем. Все, он пошел. Отлично, вот сюда давайте бухло ему кинем. Сейчас он его спалит. Эх ты, алкашка. Чпеп, вот и все. Давайте на всякий случай труп еще сюда уберем. не, 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 забери, забери. Все, отлично. Здесь у нас парнишки, которые постоянно туда-сюда зыркают. Ага. Можно пройти, попробовать поверху, но поверху не вариант, ребят, потому что смотрите, как быстро он туда-сюда крутится. Но там лежит записка, давайте ее возьмем тогда. если мы будем действовать в приседе, нас не спалят. Соломенные шляпы. Они игнорируют приманки. Ага, хорошо. гады с струхедами. Твой маленький саке не работа на струхедах. Они никогда оставят их посты. В общем, с ними намного сложнее, получается, они игнорируют приманки. Да кого ты меня палишь? Можно, ребят, по правому краю проскочить попробовать? Они, конечно, все палят эту территорию, но аккуратно, если сделать. Теперь осталось добраться до следующих кустов. так, значит, можно пойти наверх. Наверх это палево, ребят, потому что он сразу меня спалит. Единственный верный вариант, наверное, просто пробежать до них поближе. Хотя, с другой стороны, мы же все равно двоих не уработаем. Это надо как раз таки здоровяком бежать. подойдем поближе. наша задача как можно быстрее проскочить к ним в кусты, которые находятся рядом с ними. во, все, фух-фух, пару вертух. А этот здесь палит постоянно. Опа! Ну что, ребят, поздравляю, третий герой нам теперь доступен. Это у нас снайпер. Теперь можно немножко пострелять. Выбираем, значит, нашего третьего героя. Сперва тебя, наверное. Чпек! Теперь следующий. Аплодисменты не плохо для вот и все. На самом деле, не так уж много солдат он может расстрелять, потому что он, соответственно, тех врагов, которые нас спалят, он сразу говорит, типа, я не буду стрелять, потому что нас спалят. Вот, соответственно, здесь нам нужно забрать вот эти бочки, которые может переносить только наш тяжелый боец, и отправить их, насколько я помню, вот сюда. Давайте на этом завершим наш первый взгляд. Вот такая вот, в общем, игрушка. Мне безумно она понравилась, надеюсь, вам тоже. Как минимум, попробуйте ее поставить, поиграть, я думаю, что она вас зацепит, потому что вечерком, после работы, я думаю, что самое оно немножко поломать голову над тактическими решениями в этой игре. Не забывайте, что ссылка с первыми взглядами на другие игры в описании под видео, подписывайтесь на канал, ставьте большой пальчик вверх, вступайте в группу ВКонтакт, всем хорошего, позитива, удачи, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok